В конце августа стало известно, что один из ведущих эстонских предпринимателей в сфере этой технологии, лучший предприниматель Эстонии 2015 года Евгений Кабанов, становится руководителем по развитию продукта эстонской компании TaxiFive. Ну и сегодня мы обсудим с Евгением развитие технологии, новые вызовы в его карьере и потенциал эстонских стартапов. Доброе утро! Доброе утро! Принимаясь за работу, вы сказали, что вам интересны не только новые технологические вызовы, но и то, что вы можете оказать позитивное влияние на жизнь миллионов людей. Ну то есть захотелось, так сказать, ближе к народу быть? Ну, собственно, да. Для любого, скажем, предпринимателя, которым я занимаюсь технологиями, заниматься продуктами, которые используют люди, держат в своих руках каждый день, это, конечно, такой самый интересный вызов, именно потому что я могу напрямую влиять на такое большое количество людей и напрямую создавать для них какую-то ценность. И для меня это как бы близко к сердцу, да. А что является вашими прямыми обязанностями, вот если говорить об этой работе? Ну, я, в общем-то, отвечаю за то, как бы, за саму постройку наших этих продуктов, то есть именно, как бы, и как выглядит приложение, но гораздо важнее того, каким образом мы соединяем тех, кто ищет, как бы, такси и тех, кто его водит, да. То есть мы, в первую очередь, мы такой рынок, где мы, и как бы, и наша задача сделать так, чтобы к вам, вот вы открыли приложение, вам за три минуты приезжает такси, и сразу вас ведет туда, куда нужно. И чтобы это сделать, как бы, на самом деле, само приложение, это очень маленькая часть, это вот сама эта сеть, сама это эти операции, это все довольно сложно. И, как бы, моя задача именно добиться того, чтобы создать как можно поле хорошее, такое пользовательское восприятие этого всего и пользовательский опыт, да. Ну, то есть вот для человека, который не очень разбирается, может быть, в сфере информационных технологий, как объяснить эту разницу, насколько резкой была смена деятельности для вас? То есть раньше было IT, сейчас тоже, по сути, IT, но это совершенно разные вещи, ведь так? До какой-то степени разные, да какой-то похожие. То есть, ну, на самом деле, я... Ну, раньше, просто я, как бы, был генеральным директором, поэтому у меня роль была гораздо шире, то есть я отвечал за продажи, я отвечал, там, и за легальные какие-то аспекты, и за административные. Сейчас вот у меня конкретно, отвечая, вот у меня своя какая-то команда, которая занимается именно, как бы, вот этим определением, что мы строим, и, как бы, что мы делаем, и как это будет для вас выглядеть, и как добиться того, чтобы как можно дешевле, как можно быстрее вы могли бы доехать из пункта А в пункт П. У вас был довольно успешный стартап Zero Turnaround, и его пришлось продать. Почему такое решение было принято? Ну, мы просто достигли момента, когда мы поняли, что дальнейшее развитие компании гораздо более осмысленное, как бы, с каким-то большим партнером, то есть у кого есть какие-то свои каналы, уже свои выработанные методики, и это было самым... на тот момент это было самым осмысленным решением, и я считаю, что, как бы, последний год, в общем-то, доказал, что это было правильным решением. Ну, кому-то может даже показаться это некоторым понижением, что ли, да? Вот вы сказали, что вы были генеральным директором, отвечали за все, фактически владели вот стартапом, да, со своими партнерами, а теперь вы работаете, что называется, на дядю в большой фирме, отвечаете за строго определенные какие-то функции. Как вы сами считаете? Я сам, как бы, когда на это смотрел, то я бы сказал так, что я решил, что в данном случае, как бы, дядя Taxify настолько классное предприятие, настолько быстро растет, настолько технологически развитое, что работать на них будет интереснее, чем что-либо, скорее всего, чем что-то, чтобы я мог сейчас сам сделать, и поэтому это было чисто такое решение, что я реально сравниваю, вот я мог сейчас сам начать новую компанию, я мог бы пойти работать на Taxify, а я считаю, что сейчас, как бы, вообще в Эстонии Taxify это самое интересное место, и по очень разным факторам, и, как бы, и по тому повлиянию, которое там можно оказать, найти на десятки миллионов, и, наверное, когда-нибудь и сотни миллионов пользователей, и в том числе, как бы, и технологически там очень-очень интересно. Но вообще рынок таксоизвоза и каршеринга становится все более насыщенным. Насколько много остается еще пространства для маневра, чтобы предлагать клиентам новые решения, может быть, даже принципиально новые, и опережать за счет этого конкурентов? Ну, тут, как бы, несколько принципов. То есть, во-первых, как бы, региональный принцип, что в рынке каршеринга четко вырабатывается, что есть вот региональные лидеры, и, скажем, Taxify лидер в Африке и в Восточной Европе сейчас, и, возможно, будет лидером в других местах, да, то есть в будущем. И уже и рынок, ну, одна из вещей, которую стоит понять, то, что сейчас с новыми технологиями, это сначала были как бы мобильные телефоны, но это и электрические машины, и электрические там разные другие вещи, и в том числе и в какой-то момент, как бы, самоездящие машины, да, то есть самоуправляемые. Это все значит, что рынок, как бы, транспорт, он весь, как, сильно-сильно меняется в течение следующих 10-20 лет. И поэтому, как бы, и этот рынок, он громадный, да, то есть это вся, весь во всем мире, как бы, триллионы долларов, как бы, вот этого всего рынка, они все инвестированы. Ну, а получается, что в ближайшем будущем мы можем ожидать такси, которое будет само нас возить без водителя по нужному адресу? Ну, я не знаю, насколько ближайшее будущее это будет, но Google начал тесты в Аризоне, да, то есть я думаю, что... Но уже были даже известны какие-то несчастные случаи, вот, самоуправляемые автомобили. Ну, были, как бы, да, это во время тестов, то есть, ну, это скорее, как бы, такая, ну, то есть длительная перспектива, что, на которую, как бы, интересно смотреть, думаю, для нас это еще не актуально, еще достаточно долго, вот, и это, опять же, это все региону по региону, у нас свои особенности, как бы, и в Африке еще свои особенности, да, то есть я думаю, что в первую очередь это все-таки сейчас в ближайшие, там, не знаю, 5-10 лет актуально для США, где это очнется. Вы неоднократно выступали на различных бизнес-конференциях, ну, можно сказать, по всему миру и своей истории успеха вдохновляли тех, кто только решил заняться чем-то подобным в этой сфере. Может быть, у вас уже сейчас в голове зревут идеи каких-то новых стартапов. Дайте, может, какой-то простой совет тем, кто хочет себя попробовать, но не решается. Начните с чего-нибудь маленького, проверяйте, попробуйте, как бы, ну, то есть у многих людей есть идея, и они с ней, как бы, ничего не делают. На самом деле, с любой идеей можно всегда начать что-то делать. Можно говорить с людьми, можно собрать какой-нибудь маленький, тест, то есть где люди отвечают на вопросы, да, то есть опросник, можно начать, как бы, попытаться хотя бы друзьям и так далее какие-то продать как услугу. То есть надо думать, как из этого сделать самый-самый маленький возможный эксперимент, который можно сделать с небольшой затратой сил, времени, и стараться это сделать. Это как бы такое самое... Самое простое. А много у вас таких мыслей витает в голове вот сейчас, несмотря на то, что вы работаете, как Лена сказала, на дядю? Ну, есть мысли, да, то есть я на самом деле, как бы, ну, просто за счет того, что у меня свой опыт создания стартапа, я сейчас даже больше смотрю как не на идеи, а как на рынки, то есть вот, и опять же думаю, вот какие рынки в следующие, там, 5-10 лет будут сильно переделывать. Ну, откройте грибные места. Ну, да, может, не знаю, то есть, ну, ну, то есть, все-таки самые такие интересные фирмы создаются там, где вот идет большая переделка рынков, да, то есть, и я думаю, что, ну, сейчас рынки, которые точно, ну, транспорт сейчас громадный рынок, который переделывается, да, то есть образование, я думаю, сильно будет переделаться там, скажем, медицина все-таки у нас достаточно еще нетехнологичная, да, то есть как бы еще много есть таких мест, где можно что-то делать. Не ступала нога айтишника, если так, можно сказать. Политика вас не интересует? Вы знаете, вот, нет, не интересует меня политика, я как бы в свое время был в университете, по-моему, на нашем факультете в каком-то совете, и с тех пор мне, и это был первый и последний раз, когда я куда-то как бы там выбирался, вот, и я думаю, что, опять же, как бы, я не знаю, за будущее не отвечаю, но в ближайшее там, в ближайшем будущем я политика не интересую совершенно. В том случае пожелаем просто успехов в делах. Евгений Кабанов был у нас в гостях. Спасибо вам.